Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в прошлом году отметило 90-летие со дня основания. Мощная в советское время организация, занимающаяся военно-патриотическим и нравственным воспитанием допризывной молодёжи, в настоящее время в Севастополе нуждается в возрождении. В нашем городе материальная база ДСААФ за последние два десятилетия была утрачена, заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он сообщил, что на выездном совещании секретаря Совета безопасности России в Ростове-на-Дону в феврале 2018 года была отмечена положительная динамика работы региональных отделений ДСААФ по подготовке военных специалистов для нужд вооружённых сил России в Южном федеральном округе, кроме Севастополя. Не могу не отметить. Были отмечены недостатки в организации этого важного участка работы в числе комплекса мер по обеспечению безопасности страны. Именно по субъекту Федерации города Севастополя. Указано, что сеть образовательных организаций ДСААФ в Севастополе является недостаточной и нуждается в усилении. По словам Александра Моисеева, в протоколе совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева было предложено высшим должностным лицам Севастополя при участии Министерства обороны России и других федеральных и региональных органов принять согласованное решение по усилению сети ДСААФ для выполнения государственных задач по подготовке граждан по военно-учётным специальностям, развитию военно-прикладных видов спорта. Речь идёт о возрождении разрушенной за последние десятилетия инфраструктуры ДСААФ, загрузкой государственными заказами для подготовки специалистов для вооружённых сил России. И средства на это должны выделяться из бюджетов всех уровней, сообщил вице-адмирал Моисеев. Необходимо пополнить арсенал ДСААФ новой военной техникой и снаряжения. Именно той техникой, с которой сегодня молодёжь столкнётся во время службы армии и возможных будущих войн в вооружённых конфликтах. Причём это должен быть такой объём новых поступлений, чтобы его хватило для всей молодёжи, желающих ознакомиться с техникой до призыва. По словам Александра Моисеева, информацию о деятельности ДСААФ должны распространять в первую очередь государственные теле- и радиокомпании. Также необходимо предусматривать помощь в усилении пропаганды ДСААФ в широких слоях населения с помощью государственных СМИ, прежде всего радио и телевидения. ДСААФ был одним из величайших брендов советской эпохи, поэтому государство понимало, что его развитие с помощью различных видов средств массовой информации – важный и плодотворный шаг. В настоящее время Законодательное собрание Севастополя готовит проект закона о военно-патриотическом воспитании, сообщила член наблюдательного совета регионального отделения ДСААФ, спикер Севастопольского парламента Екатерина Борисовна Алтабаева. Надеемся, что это правовое обеспечение поможет надёжной и эффективной организации, в том числе военно-патриотического воспитания в городе Севастополе. Важно, что люди, которые занимаются и военно-патриотическим, и гражданско-патриотическим воспитанием в городе Севастополе, и духовно-нравственным, они собрались в этом зале, и, безусловно, общие решения будут служить на благо Севастополя. Сегодня региональное отделение ДСААФ в Севастополе занимается подготовкой молодёжи к службе в армии. Готовит парашютистов на собственном аэродроме в Юхариной балке, говорит его председатель Николай Иванов. По его словам, у ДСААФ есть две автошколы и кинологический клуб. Сегодня задача важнее, чем защита Отечества, ну, трудно назвать. И любое дело, которым занимается человек, прямо или косвенно, оно обязательно связано с защитой Отечества. И делается во благо, во имя Отечества. Задача ДСААФ – воспитывать патриотов, формировать у них потребность в защите Отечества, в любовь к Отечеству. В добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России в Севастополе ступило около 4 тысяч человек. Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Сефинформбюро. С началом огромного по своей значимости.